С момента открытия научно-клинического центра Казанского университета, Центр нейрореабилитации принимает пациентов из разных регионов России. Их разработки позволяют осуществлять всестороннюю диагностику двигательных нарушений с применением как классических методов, так и новейших разработок в области нейрофизиологии. Здесь проводится не только сама реабилитация, но и диагностика, достаточно тщательная инструментальная диагностика с оценкой видеоанализа движения, а неинвазивной оценкой мышечного тонуса, подографии, электромиографии, как проводной, так и беспроводной. То есть мы можем оценить в движении пациента. И это все позволяет нам оценивать изначальный реабилитационный потенциал и динамику процесса. Специалисты научно-клинического центра используют уникальный комплексный подход. Он включает в себя подбор индивидуальных программ – нейрогенерацию, нейростимуляцию и двигательную реабилитацию. Именно такой лечебно-диагностический метод используют в лучших клиниках мира. Почти каждое оборудование обладает как диагностическими возможностями, так и реабилитационными. Ну, например, в соседнем зале у нас есть динамическая платформа. Она может оценить объем движения, возникает ли болевой синдром и на каком уровне возникает силу пациента, насколько он хорошо поддерживает баланс. И в зависимости от того, какие мы результаты получили, соответственно, назначается программа, ограничиваются некоторые упражнения, если на них возникает болевой синдром. И, соответственно, потом, после реабилитации мы можем посмотреть, ага, здесь мы достигли увеличения объема движения. И это прогресс. Отделение нейрореабилитации ежедневно принимает запросы на лечение через колл-центр или собственную почту. Самыми популярными обращениями становятся состояние после инсульта, врожденные заболевания опорно-двигательной системы, спинальные травмы и постоперационные программы реабилитации. Ведущий специалисты научно-клинического центра готовы в любой момент выйти на связь с больным и проконсультировать его по волнующим вопросам. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.